Доброе утро, дорогие радиослушатели, те, которые хотят порвать этот рынок. Кто может его рвать каждый день, и те, кто хотят его рвать, но, к сожалению, получается практически всегда наоборот. У нас прямой эфир, программа «Охота на Герчика», телефон в студии 6510-996. Отличное настроение, сегодня отличный гость, мой давний знакомый. Тема нашего разговора будет американский фондовый рынок, отслеживание инсайдерской активности. По последним многочисленным письмам, которые мы получаем от вас, очень многие радиослушатели просят пригласить человека, который хорошо разбирается в американской фондовой бирже. Сейчас стало очень популярно, что люди пытаются торговать на Америке. Поэтому гость, который у нас сегодня будет, он ответит на многие ваши вопросы, развеет многие ваши сомнения. У нас в студии Олег Нинахов, частный инвестор, трейдер. Олег, доброе утро. Доброе утро. Огромное тебе спасибо. Да, те, кто будет писать сегодня лайки или не лайки, давайте поблагодарим Олегу, он приехал издалека специально к нам на передачу. Еще раз огромное тебе спасибо. Ну, спасибо, что пригласил. Рад тебя видеть, ты профессионал своего дела, это я знаю по цифрам, поэтому ничего страшного, если мы создадим тебе маленькую рекламку, абсолютно все нормально. Поэтому еще раз, дорогие друзья, телефон в студии 6510996. У нас прямой эфир. Олег Нинахов, частный инвестор и тема нашей сегодняшней передачи «Американский фондовый рынок. Отслеживание инсайдерской активности». Олег, ну, к сожалению, сразу к делу не перейдем, потому что людям обычно интересно, как, например, ну, люди попадают на рынок. Расскажи свою историю. Я знаю, что ты в Доминиканской республике жил. Вот расскажи с самого начала, с детства знаешь, как рос. Да, вот родился, как все, учился, служил. А где родился, как все? Родился в Волгограде, учился в школе, потом в мединституте, потом в финансовый немножко, институт, ну, это повышение квалификации было. И в последующем армия, потом работа, работа. А где работал? Ну, по специальности я так и не работал, то есть это были те года, как раз я когда закончил, это 93-й год. Вот это, да, это были года, так скажем, переходные, это были те лихие 90-е. То есть я был в тех самых... А медиус какое у тебя направление центральное какое было? Ну, интернатура у меня по хирургии была, потом были патенты, защиты по офтальмологии, то есть там шла достаточно серьезная работа, но это не в то время было и не в тот час, когда это было вообще интересно кому-либо. Да, и содержать семью было невозможно. Да, и, ну, вот, кстати, да, семьи, 91-й год, 27-й июля, как раз это вот 21 год назад, я женился, и вот сегодня у нас, в общем-то, да, это годовщина. Ты, кстати, можешь жене передать привет. Ну, я не знаю, да, именно сегодня. Ну, все, давайте поздравим Олега и его супругу с годовщиной, это 21 год. Да, 21 год, в общем-то мы... Три семерки, кстати, счастливое число. Вот, я даже не разделил еще, но отлично. Да, продолжаем. Значит, фондовый рынок, ну как, у меня получилось два пинка на фондовый рынок. Первый пинок это, ты знаешь, наверное, Уолл-стрит, в Америке вообще это был в свое время где-то культ, Уолл-стрит фильм, я имею в виду. Писк. То есть, это вот белые воротнички. Я его, честно говоря, тогда и не понял, но вот, чтобы понять, мне пришлось его просмотреть, ну, боюсь даже назвать, честно говоря, количество раз. Энне. Энне, энне, потому что я работал в производственной компании, мы оставались с хозяином этой компании как-то на производственные совещания, много беседовали, разговаривали, а фоном он всегда включал этот фильм, каждый день, практически каждый день. Поэтому я сначала... У меня такой тоже застойный фильм есть, Джерри Магуайр. Ну вот, и вот он фоном, фоном, фоном шел, и вот как-то где-то отложилось. Ну, не сказать, что я прям заразился фондовым рынком, но как бы начал понимать философию, что ли, жизни, рынка. То есть, это даже не рынка касалось, это не бумаг. Это был вот первый камень. А потом, в общем-то, как бы жизнь забрасывала, да, и в Доминикане я там долго достаточно прожил, и попутешествовал, и жил не как турист, а как достаточно, ну, продолжительное время. Краткосрочный житель. Да, краткосрочный житель, то есть, стараясь посмотреть страну, стараясь понять ментальность. И вот, одно за другое зацепившись, второй пинок, это был ты. О тебе я услышал-то давно достаточно, до даже фильма «Воины Уолл-стрит». Там через знакомых, через знакомых, знакомых. Молодой был гудел. Да, 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 через знакомых. Вот есть такой Саша в Нью-Йорке. Кстати, Инна Манхэттен, я ты услышал о тебе. Ну, и потом вот фильм сам вышел, потом мы как-то связались с тобой, и вот тут уже действительно понеслось. Реально понеслось, потому что пробовал и одно поторговать, и второе. Все это как-то не совсем было... Искал свой стиль. Да, то есть, ботинки должны, в общем-то, подходить на ногу хорошо. Поэтому я его искал, я его смотрел. Потому что подходит одному, не подходит другому. И я хотел как-то это все найти немножко с глубины, не то, что вот в лоб. Вот так график идет, вот так он, это самое. То есть, должна была где-то быть причина. Ну, я тебе скажу честно, вот ты даже, если наши радиослушатели на самом деле внимательно слушают наш выпуск, то они должны были уже услышать. То есть, это нас по самым... Так как уже я понимаю, значит, я с тобой, как говорится, общался уже довольно-таки давно, тебя знаем, но мы никогда детально так не общались. Мы с тобой сели, потому что, ты знаешь, чтобы процесс общения, партнерство и все остальное, люди должны первое... Вот я, например, иду на встречу с клиентом всегда. Первое, что я пытаюсь понять, это что ему нужно, а не то, что я могу предложить. Так и мы с тобой. Мы сейчас потихоньку, ты мне какую-то информацию посылал, я ее обработал. Но что я узрел в корень, то, что я бы хотел, чтобы наши радиослушатели узрели, это то, что ты сказал, вот ты даже когда путешествовал, ты пытался понять. Да. Ну, понимаешь... Причину, натуру, составляющую. Ну, потому что это интересно, и на самом деле это есть тот фундамент, на котором ты уже можешь построить все, что угодно, если ты это понимаешь. У меня возникает тогда вопрос не по теме. Да. Сколько времени ты встречался со своей женой до женитьбы? Ну, вообще-то непродолжительно. Это я вернулся, пришел из армии, там, может быть, ну, не знаю, может, ну, год мы общались. Максимум, по-моему, год. Понятно. То есть это было немножко что-то другое, да? Нет, это... Ну, это как? Это тоже где-то, может, свое чутье, вот ты видишь и понимаешь, да, это надо брать, это твое, все. А с акциями такое бывает? Да. Вот прям видишь, то есть вовнутрь не лезешь, а просто видишь, надо брать. Ну, это, может быть, тоже уже, знаешь, какой-то своеобразный опыт, потому что ты не часами, сначала часами действительно просматривал там акции, там, долго ковырялся. Сейчас это достаточно буквально, ну, вот увидел тень, и вот она сыграла, и ты думаешь, да, это то. Естественно, потом ты начинаешь, может, поглубже, это любопытство уже. Я, допустим, беру, я не знаю, там, хозяев компании, я не знаю, там, поименно. У нас как раз следующее будет кусочки, мы с тобой именно конкретно уже будем. Сейчас у нас тема, тема это знакомство людей с нашим гостем. Ну, в общем-то, вот так потом и закружилось, и потом как-то нашел действительно свой стиль, понял для себя философию вот именно рынка, понял немножечко. Опять-таки, это чисто мое мнение, я не знаю, там, люди могут по-разному, конечно. Я скажу тебе честно, даже даже не должен, как бы, говорить твои фразы, лично твое мнение, ты зарабатываешь на этом деньги, и ты имеешь право высказать то, что ты считаешь нужным. Мне, в общем-то, действительно, как-то на мнение остальных, я уже, тем более, работаю через инсайдерские сделки, и просматриваю именно их активность. Отслеживание. Отслеживаешь, да, то есть понимаешь, что слова практически ничего не значат. Я, ну, каждый практически месяц можно увидеть, что происходит. Оставь пока все секреты на второй кусочек, чтобы людям было интересно нас слушать. В общем, болтают много, говорят много, в действительности действия иногда, не иногда, а очень часто, они абсолютно противоположные. То есть можно ли трактовать то, что ты сейчас сказал, торгую то, что ты видишь? Да. А не то, что ты слышишь? Ты видишь и, главное, понимаешь. Если ты этого не понимаешь, ну, наверное, лучше туда даже не залазить. Если понимаешь, да. Так, с какого года, получается, ты окунулся в мир трейдинга? Ну, вот, окунулся, когда уже начал щупать. Прочитал я, правда, одну книжку, но после одной этой книжки я что-то начал там смотреть, как же это движется. Это, наверное, 2007 год был. Это вот как раз все было же хорошо, все это самое. Но я не торговал, так вот, прям как торговал, ну, там что-то забросил. Кстати, и Форекс там в свое время еще раньше, наверное, в 2001-2002 пробовал. Но я ушел от этого, к этому не стал даже возвращаться потом. Я не, потому что не понимал. Вот и все. А акции, да, это вот 2007-й, потом 2008-й это уже там открыт. Да, уже осознанно. Хотя, в принципе, опять-таки, все это немножечко было. Ты сейчас, я так понял, только с трейдинга живешь? Ну да, сейчас, ну, уже не первый год, скажем так, только с трейдинга. Вот это я имею в виду, потому что для людей это самый большой аргумент. Человек, если, знаешь, нет красивых слов, зарабатывать, не зарабатывать. С чего ты живешь? Ты живешь с трейдинга. Дорогие друзья, значит, телефон в студии 6, 5, 10, 9, 9, и 6. В следующей 15 минутке Олег Нинахов, наш гость, частный трейдер, будет раздавать граль, рассказывать секреты, конечно, не полностью, но я думаю, что такой бизнес в данной ситуации неконкурентный. Значит, тема нашей сегодняшней передачи по американскому фондовому рынку это отслеживание инстандерской активности, обработка информации, принятие решения для покупки и продажи. Телефон 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Прямой эфир в студии Олег Нинахов. Мы уходим на короткую новостную паузу. Еще раз доброе утро. В гостях Олег Нинахов, частный инвестор. Олег, еще раз доброе утро. Доброе утро. Прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, и 6 или на финам.ру. Пишите, задавайте нам вопрос. Давай все теперь детально от и до. Как отсматриваешь бумаги? То есть все в пределах того, что ты можешь радиослушателям рассказать? Рассказать можно многое, потому что, когда сидишь на своем коньке, хочется многим поделиться, особенно... С удовольствием наши радиослушатели послушают. Иногда хочется, чтобы это в благодатную почву упало, а не на асфальт, каждое из верно брошенное. Я тебе скажу честно, у нас, в принципе, огромная аудитория радиослушателей. Я уверен, что если твоя тема понравится там пятью, значит, ты уже не зря сюда приехал. С Волгограда, да, ты приехал? Да. На поезде? Да. Ты, кстати, свеженький, нормально, хорошо выглядишь. Ну, я старался. У нас, кстати, прямой эфир, видишь, у нас камера стоит, можешь ручкой помахать, передать привет. Хорошо, попозже. Значит, на самом деле оказалось для меня не все так сложно, но когда, опять-таки, я же говорю, есть база, ты понимаешь, на чем это все строится, все остальное, в общем-то, только кирпичи выкладывай и все. Да, это просто отслеживание активности инсайдеров. То есть, что продают, как продают, кто, сколько, когда, зачем, почему. И ты уже, в общем-то, просто выкапываешь, а что этим, в общем-то, они хотели сказать. На самом деле, ну, я... Читаешь между строк. Ну, да, читаешь между строк. На самом деле, я бы не призывал сейчас всех бросаться действительно смотреть эти вот листы, потому что, ну, в день, в год порядка где-то 300-400 тысяч сделок делают инсайдеры. То есть, отследить вот так вот все, ну, наверное, невозможно, да. Не, наверное. То есть, это фильтры, это, естественно, ну, уже где-то глаз, уже смотришь, что тебе нужно. Ну, я так смотрю, что, на самом деле, ну, максимум, наверное, 10 этой информации полезной, все остальное это бесполезная информация, чтобы понять, что будет. Вот инсайдеры, это такие же люди, такие же жадные люди, такие же, в общем-то, как и мы с вами, которые, ну, в принципе, далеко за год делают то, что... Одно маленькое, ну, они знают чуть-чуть быстрее информацию, чем знаем. Да, да, то есть, ну, вы сами понимаете, что директор, генеральный директор знает намного больше, чем я на другом конце провода о своей компании. А так это складывается. Одна компания, вторая, третья, все это выливается потом в сектора, все потом выливается в индексы. И, в общем-то, ну, я стал понимать, что можно по их активности фактически увидеть загодя, что предположить, не говорю о цифрах. Цифры, конечно, никогда не увидишь, но интересно становится, когда ты видишь... То есть, ты берешь действия инсайдера, например, там, директор компании скидывает бумаги или покупает бумаги? Да, все на все, скидывает, покупает, в каком количестве, когда, на кого скидывает или это самое, то есть, ну, там... По рынку продает и смотришь, да, они еще некоторые оглашают цели, там, на покупку дома. Да, ну, бывает и это, то есть, смотришь, опять-таки, в каком это количестве, кто именно это делает, в какой период это делает. И уже все это сопоставляют. Вот по поводу периода, какая разница, в какой период он это делает. Например, если это перед квартальным отчетом, он скидывает бумагу, да? Значит, у некоторых компаний есть ограничения перед квартальным отчетом, ну, где-то за месяц они не имеют ни продавать, ни покупать, до отчета и месяц после отчета. Они же должны еще 134 заполнить. Да, ну, в принципе, то, что меня интересует, это форма 4, то есть, вот, она самая ходовая. Все остальное, это так, около идет, потому что может исполниться, может не исполниться, то есть, это преднамерные, ну, вернее, то, что они хотят исполнить, это есть там форма, там, 144, но она не всегда исполняется. Значит, вот просматриваю, что они делают, как они делают, и, в общем-то, на этом фоне, обязательно, естественно, в какой период жизни компании или так, где график на данный момент находится. Ну, и, в принципе, вся остальная картинка уже вырисовывается достаточно, так скажем, несложно, что, во всяком случае, понятно, будут расти или готовится какая-то новость, или будет что-то интересное через квартал, а может даже через два, потому что у меня есть бумаги, которые заложены там на 2-3 квартала вперед. Ну, а так как, почему на 2-3 квартала инсайдеры это делают, потому что, понятно, что они тоже отслеживаются, их тоже, они тоже хотят быть жадными, но не быть пойманными, то есть, это такие серые полосочки, так скажем, в их деятельности. Ну, и, в принципе, этого достаточно, чтобы понять, что может быть. И довольно-таки часто я там попадаю на какие-то объединения, там, компаний, то есть, когда просыпаешься утром, да, цена оказывается там на 150, как правило. Ну, 150, это хорошо. Да, то есть, 150 выше, но ты-то ее берешь загодя, когда она еще и падать начинает, то есть, у меня были такие компании, вот, Adelaide, достаточно такая тоже красивая. Adelaide, да, Adelaide, то есть, она росла-росла, ее инсайдеры вроде покупали, казалось, новость это то, что ее начинать будут рекламировать, они заключили сделку с какой-то маркетинговой компанией, но потом буквально начала на глазах таять после как раз августа прошлого года, вот она начала прям сильно падать, и я вижу, что ее сбрасывают, сбрасывают, кроме инсайдеров. А те подкупали, 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 вот буквально она в октябре месяце с двух, не с двух, она там фактически с трех долларов упав до доллар пятидесяти, она открылась на 4,50. Ну, вот такие вот движения, и они достаточно бывают и часто, хотя, в принципе, говорят, инсайдеры тоже ошибаются, ну, ошибается, может быть, один, ну, когда их там 5, 6, реже, намного, потому что, ну, они читают и знают свои отчеты все между строк, мы видим их только, скажем так, на картинке, что вот доход, вот такие расходы, но они-то знают более глубоко свою компанию. Ну, да, он заходит утром в компанию, видит, что делать. Ну, конечно, ну, конечно. Тогда возникает такой вопрос, вот смотри, здесь, как говорится, мне поделу развернуться, потому что тема моя, я очень неплохо фундаментал знаю. Вот такой вопрос со стороны риск-менеджмента. Например, такая ситуация, начинаешь бумагу покупать по 3 доллара, то есть ты увидел красиво, технически смотрится, то есть, так я понял, да, видишь, твой стиль основан на симбиозе. Это отслеживание инсайдерской деятельности плюс технический анализ сугубо. То есть, естественно, вроде видно, что инсайдеры покупают, но бумага стремительно там падает вниз, ты будешь ждать где-то остановки, правильно? Как правило, инсайдеры это контрагенты, то есть они покупают в тот момент, когда бумага очень сильно растет и продают, когда сильно падают. Ой, наоборот, то есть, когда сильно растет, они продают, уже начинают продавать, и когда она резко куда-то улетела, упала туда. Вот тогда такие действия. Представь себе, ты начинаешь покупать бумагу, скупать бумагу, у тебя портфель плюс, я знаю, что ты клиентами управляешь, клиентскими деньгами тоже. Да, есть немножко. Да, просто вдруг люди на самом деле после передачи захотят доверить тебе деньги, все может быть, ты приехал на передачу, у тебя хороший стейт, у тебя есть что показать, ничего страшного, если пару клиентов придет. Мы, ты знаешь, у нас бизнес большой, триллионы долларов на рынке, мы друг другу не конкуренты, всем хватит, мы как плюшевый мишка, знаешь, сжимай, не сжимай. Поэтому, еще раз, у нас в студии Олег Нинахов, если кому-то понравится то, что рассказывает Олег, я уверен, что вы сможете его найти, пожалуйста, через меня, у меня все координаты есть, если кому-то интересно будет поговорить с Олегом, например, или стать его инвестором, или еще что-то, пожалуйста, звоните мне, я с удовольствием поделюсь координатами. Человек-профессионал покажет, у тебя есть стейтменты, естественно, правильно? Есть, конечно, ну, так скажем, я не стремлюсь привлекать людей, давайте, ну, достаточно, во всяком случае, на том уровне, и я знаю, где есть вот эти... Пока хватает. Вот смотри, такая ситуация, бумага, например, стоит на сегодня 3 доллара, и технически выглядит хорошо, например, какой-то уровень прорисовывается, что действительно видно, что короткий ступ, и по твоим цифрам видно, что, например, там, все его компании потихонечку скупают бумагу, да, там, раз в квартал, там, на бонусную часть покупает бумаги, бумага начинает падать, 2,50, 2,30. В принципе, по сути дела, если посмотреть по системе риск-менеджмента, это минус 35%, 70 центов там на 3-долларовую бумагу, это там, извиняюсь, 20% на 25, а упало до 2. Вот твои действия, где будет тот порог, где ты будешь выходить, и почему он будет? Ну, вот смотри, в принципе, да, и, кстати, это и случалось, что она действительно падает до какого-то момента. Мне главное, как реагирует сам менеджмент на все это удовольствие, даже выходят плохие новости фундаментальные, и, как правило, какие-то институционалы начинают тоже чуть-чуть выходить из нее. Да, начинают скидывать. Но мне интересна, в общем-то, та история, когда они покупали, сколько у них на руках этих акций, и что они делают во время вот этих всех движений. Да, во-первых, ну, чтобы не попасть вот на такие большие деньги, то есть, ну, естественно, одну бумагу никогда не берешь, ну, хотя бы, ну, 3 минимум, ну, 5-10. Вообще, сколько у тебя в среднем, ну, естественно, диверсификация, сколько у тебя в среднем в портфеле бумаг находится? Ну, в среднем 5, в среднем. 5-7, вот так вот. Это то, что проще всего. Вот, конечно, с клиентскими, я почему говорю, то есть, они у каждого свои счета, и там надо тоже как-то залазить, смотреть. Ну, то есть, у меня нет единого счета объединенного, то есть, у каждого клиента свой личный счет. Вот. Я тебе потом расскажу, как это все делать. Ну, после передачи. Да, я знаю, но это еще надо, чтобы клиенты захотели так сделать. Почему? Ты не знаешь, о чем я буду говорить, абсолютно. Да? Да, я... Абсолютно официально, легально, адвайзер счет, деньги находятся на счетах клиентов, они видят все свои деньги, все свои сделки, все, то есть, там все чисто. Ну, а... На сегодняшний день самая лучшая схема. Да, возможно, возможно. Ну, вот, и... Значит, если бумага падает, и действия инсайдеров отвечают моим представлениям, что будет дальше, я абсолютно ничего... Я не беспокойся за это, но у меня есть там других еще пять, еще шесть других бумаг. То есть, отвечая на вопрос, отвечая, извиняюсь, там, на вопрос, если бумага даже будет падать на 50%, но все осталось точно так же, ничего не меняется, ты будешь продолжать действия. Ну, знаете, во-первых, на 50%, опять-таки, какая бумага? Дешевая бумага, да, на 50% она достаточно легко. В дорогих бумагах на 50%, прежде чем упасть на 50%, я всегда практически, ну, в тех бумагах, которые мне интересны, я вижу, что инсайдеры продают, именно продают, а не просто хотят купить дом, как обычно. Вот TXP, вот буквально совсем недавно бумага, она росла до 80 долларов, ее все хвалили, она фундаментал отличный, все было хорошо. Инсайдеры и валили. Но начиная с марта месяца, инсайдеры ее валили, именно валили, а не просто, так скажем, ну, как опционы продавали, а именно валили свои акции, которые у них были закуплены еще, я даже не знаю, сколько, когда. И что произошло? Вы, если посмотрите этот график, это просто падение до 20 долларов двумя шагами. Свечами. Да, ну, там не свечами, там она упала, по-моему, до 60, где-то недельки две постояла и опять упала. Но, кстати, на эти недельки две они опять продавали. То есть, несмотря на то, что она там снизилась с 80 до 60, они опять продавали. То есть, это сильнейшие сигналы, что... Дым. Валить надо, она знает, да, все. То есть, там уже дальше делать нечего и ждать нечего. Но если, скажем так, она упала, припала, но начала потом расти, даже не расти, а инсайдеры все-таки включают свои кнопочки, и... Значит, все нормально. Да, ну, я вообще не беспокоюсь, честно тебе скажу. То есть, я знаю, что если через полгода все-таки они опять возобновили свои покупки, я абсолютно не беспокоюсь. Мы как раз сейчас в 3-15 минутки поговорим о длинных горизонтах. Дорогие друзья, в студии Олег Нинахов, частный инвестор. Тема нашей сегодняшней передачи, программы, американский фондовый рынок, отслеживание инсайдерской активности. Поактивнее участвуем, вопросы задаем, телефон студии 6510996 или на странице finam.fm. Еще раз, третий раз, доброе утро. Доброе утро. В студии Олег Нинахов, частный инвестор, тема американский фондовый рынок, отслеживание инсайдерской активности. Давай об исторических данных, как долго приходилось вообще сидеть в бумагах и вот разочарование. Например, все шикарно идет и... Ну, пока не нашел вот этой своей стези, это практически... Нет, я имею в виду уже по этой стратегии. До этого, в общем-то, уже был этот опыт, поэтому когда... На себе волосы я, скажем так, не рвал. То есть, когда что-то там происходило, ну, это надо было воспринимать, что если ты правильно распределил деньги, если у тебя, как бы, ты не идешь побираться после вот этого вот какого-то провала, ну, наверное, и так все хорошо, действительно, потому что уже имея все-таки опыт, более спокойно относишься ко всем вот таким вот вроде как неожиданностям. Катаклизмам. Катаклизмам. Ну, потом, на самом деле, я не лукавлю. Там, действительно, если ты видишь, что будет примерный, не точно, естественно, то есть направление в течение двух месяцев или через два месяца, ну, как-то даже уже просто прикольно становится. То есть, у тебя есть приблизительно какой-то срок, когда, как бы, эта информация, которую ты получил, должна отыграть. Ну, да, то есть, это уже примерно знаешь, какой лаг, потому что, опять-таки, ты же с опытом, когда ты много-много-много всего уже посмотрел и знаешь, кто, когда, что покупает, ты уже... А есть, например, компании вот за последние несколько лет, которые вот исторически повторяются, что они делают? Ну, с инсайдерами. Например, одна и та же компания. А, да, ну, образно, например, там одна компания АБЦ, там она за последние пять лет приблизительно происходит одно и то же. Ну, практически, вот эти паттерны, они на многие компании перекладывают, на все практически компании перекладывают. То есть поведение, это же люди, это те же люди, у них такая же модель поведения, как у всех. То есть, и главное, когда ты понимаешь эту модель, неважно, какая, по большому счету, компания. Единственное, конечно, есть там различие между голубыми фишками и активность там, этих инсайдеров. Это уже надо, конечно, разделять. На дешевых акциях, там другая совсем немножко картинка. Ну, вот, знаете, три блока... Ну, то есть, пока я понял, ликвидности тебе хватает. И принципиально, например, в моменте цена тебя не интересует. То есть, это 2.10 или 2.20, не принципиально. Это очень большой плюс для людей, потому что люди, которые сегодня слушают наши передачи, очень много людей, они не могут сидеть каждый день и торговать, и им больше подходит по стилю, например, твой стиль. Вот тогда расскажи, сколько на самом деле времени ты уделяешь, естественно, нажать кнопку 3 секунды, обработки информации в день? Ну, сейчас, конечно, так как времени очень много, на самом-то деле, это когда ты инвестируешь, у тебя достаточно времени, чтобы посмотреть. Ну, чтобы принять решение, вернее, найти компании, которые в последующем будут под нажатием кнопки, ну, наверное, это где-то выходные, ну, 3 часа где-то вот так вот, чтобы именно... А будние дни? Ну, будние дни так, посмотреть, а где цена, и что сейчас происходит, и все. Потому что там же не важно, если это инвестиционная вещь на полгода, ну, абсолютно же не важно, каждый день отслеживать. Я по тебе видно, что ты свеженький, спокойный. Я сейчас приехал, и на самом деле я не смотрел. Ну, я не знаю, как вчера. Да, ну, не принципиально, потому что, ну, случиться на плюс-минус там 10% по дешевым акциям, это ни о чем речь на самом деле будет. Разорение, ну, тоже, ну, хорошо, одна разорится, но 4 других не разорятся. Хорошо, вот представь себе такая ситуация еще. Например, у тебя 5 бумаг в портфеле, портфель загружен. Вдруг ты смотришь, суперидея. Бывает. Бывает. В выходной сидишь, знаешь, сидишь, куришь бомбучок, раз, вдруг суперидея. Да. Что ты делаешь, твои действия? Ну, я не дергаю. Нет, ты не понял. Я понял, я не дергаю те деньги и оттуда, где у меня уже заложен. То есть ты не выйдешь ничего, чтобы купить? Опять-таки, если там бумаги у меня с прибылью, и я могу сократить, ну, просто вытащить часть денег, не все деньги, часть денег, то да, я вытащить. То есть ты плечо не будешь брать? Нет, плечи я практически, да не практически, я вообще их не беру. То есть, ну, и без плечей хорошо. Зачем? Не-не, ну, если, в принципе, здесь ничего же в этой ситуации страшного нету, у тебя диверсифицированный портфель достаточно. У тебя там, кстати, вот когда ты портфель разбиваешь, да, у тебя, например, берешь 100% портфеля, 5 бумаг. У тебя идет строго по 20% на бумагу или варьируется? И если да, от чего? Нет-нет, по 20%. То есть строго? Ну, то все ровно, ровно. Если это бумаги, у меня несколько, не то, что вот я беру там одну стратегию и ее обрабатываю, нет. Это есть и другие стратегии, там несколько иные, где я вижу и стоп, то есть, где мне неинтересно вообще терять деньги меньше, чем они вот упадут в портфель вот такого. Тогда я их, конечно, могу закрыть и закрываю, допустим. Но это немножко разные подходы. Ну, вот если я вижу, что вот отличная бумага, я ее просто показываю дочери, жене, и вот пускай это вот они посмотрят тоже. Интересно. Это очень интересно, развивай тему. Чтобы деньги вытащить и чтобы туда, да, Саша, таких бумаг, это не последняя бумага, однозначно. Таких бумаг, они каждую неделю выскочат. Вот какая-нибудь да выскочит, которая интересная, которая прям кажется. Поэтому лучше разбить, держать и, ну, одну закроешь, потом другую откроешь. Ну, в неделе у тебя будет деньги, скажем так, не работать, одна пятая часть, и они будут работать. Да, это не принципиально. Тогда самая успешная сделка в процентном отношении и самая плохая сделка в процентном отношении? Которую закрывал? Естественно, да. Самый большой заработок, самый большой убыток. Ну, вот у меня была компания, которая на самом деле-то разорилась. Ну, это вот было именно вот те, 2008 год. Ну, слава богу, она была одна, и мы закрыли все равно год плюс 70%, все равно. То есть, ну, несмотря на то, что бумага разорилась. Вот она ноль стала стоить фактически. Так, ну, это получается, как одна пятая от портфеля, это не так страшно. Ну, да. То есть, одна бумага утащила портфель на минус 20%. Да, но все остальные бумаги выросли там на плюс 50%. Я понял, я за это говорю, это нормально. А самый большой хлопок вверх? Ну, вот хлопок был 180, по-моему. Это вот что одномоментно, да. Вот прям утром встал, и вот тебе 180%. Тогда другой вопрос возникает, прямо вытекающий. Ну, это опять, это же пятая часть, это не портфель. Естественно. Как ты выходишь? Выхожу, во-первых, смотрю, начали ли они продавать. Потом по технике. По технике очень хорошо видно, на 3-5 лет посмотрел график, видно, где у них был потолок. Вот посмотрите, ZAGG, ZAK. То есть, это вот пленочку, которую делают ребята на айфонах. На айфонах, я знаю. Да, то есть, компания падала, падала, 2 доллара, ну, 2,30 где-то она вот так у меня была. По картинке было видно, что если она начнет растет, расти ей очень хорошо, ну, 8 долларов вот у нее было. На самом деле она до 14, по-моему, долларов дорастала. Но ее начинали продавать на 10 долларов. Ну, вот, в принципе, если это долгосрочно, то так. Самый сильный основной сигнал, это когда инсайдеры начинают продавать. Либо уже, в общем, технически видно, что вот там, ну, все равно. Они же не могут, в принципе, так быстро подать там форму 134, потом форму 4 заполнить. Ну, там в зависимости от количества акций, которые они хотят продавать. Но, в принципе, мелкие компании, а почему еще вот, так скажем, уважаю на этом этапе мелкие компании. Есть там какие-то у них лазейки серые, темные полосочки. Находят, короче. Да, находят, и они не заявляют о том, что они собираются продавать. То есть, если они продают, они тут же продали. Я листаю, я не нахожу предыдущих форм 144. Комитет по контролю за ценными бумагами, он тоже не может отследить всех. То есть, там есть... То есть, они рассчитывают все равно, что будут... Да, там есть определенные, скажем, красные границы, после которых они рассматривают сделки, а до которых они не рассматривают. И этим тоже можно пользоваться. В общем-то, ну, чем мы пользуемся, собственно говоря. А выход, да, это вот технический, и посмотреть по инсайдерам. Ну, или вот, как ты сказал, да, когда какие-то бумаги находятся, или уже надоело держать. Ну, просто уже там бумага держится, я не знаю, 6-8 месяцев, и не видишь никаких, я не знаю, там, дальше перспектив. Хотя, в принципе, без действия инсайдеров это тоже сигнал. И продажи инсайдерами своих компаний, это может быть даже сигнал на покупку, а не на продажу. То есть, это тоже... Ну, это вот разные модели, паттерны, скажем так, уже их активности рассматриваются. Ну, в принципе, мне понравилось последнее, то, что на слуху было, это Bank of America. Я даже читал интервью, помню. Баффет, помнишь, если, да, объявил, что он там будет закачивать какую-то... Покупать, да, денежки, 2 миллиарда долларов. Да, но она все равно падала, она все равно после этого падала. У Сео спросили, а вы-то почему не покупаете? Ну, он тогда отмахнулся, сказал, что мы не можем до отчетов за месяц покупать, после отчетов. Но это был не аргумент. То есть, они начали покупать именно в тот момент, когда надо было покупать. И после этого она выросла до 10, по-моему, долларов, упав перед этим, там сколько у него, 3, что ли? 3,6, да. Ну, вот там где-то, в этом районе. Они стали покупать на 4 доллара. То есть, Баффет там, повыше, причем на падение. Ну, Баффет, как говорят, навсегда покупает. Ему неинтересно. Да, ему это неинтересно. Ну, а вот они немножко попозже. Есть у нас вопросы все-таки, задавили мы публику. Сергей из Волгограда. Твой сосед, наверное. Спрашивает вопрос. Олег, не собираетесь вернуться в Волгоград, ведь все равно откуда торговать, на родине бывает часто. Я понял, что ты живешь, продолжаешь жизнь в Волгограде. Ну, сейчас, да, вот, ну, в принципе, бывают моменты, когда хочется уехать. Вот мы там в Штаты уезжали на 2 месяца. И, то есть, я, скажем так, все равно уезжаю, приезжаю, тоже в этом плане интересно. В Волгограде, конечно, это родина. Я там всегда, скажем так, в году я бываю. Да, Сергей, если вы хотите пообщаться с Олегом, да, можете задать какой-то вопрос, я думаю, там даст или имейл, или еще что-то. Ну, да, мы с пару парней встречаемся в Волгограде, так периодически, то есть, там есть... Максим задает вопрос, но это уже такой вопрос, более, как бы, серьезный, в принципе, публичная информация. Олег, скажите, пожалуйста, с чего начинать, какие первые шаги для данного стиля торговли, какие формы смотреть и где? Ну, тут можно немножко, конечно, пошире, наверное, развернуть. Разворачивай. Почему, допустим, когда я столкнулся вот с этой информацией, то есть, отслеживание сайдерской информации, я понял, что частных инвесторов или вообще частных трейдеров очень мало пользуются этой информацией, на самом деле. Почитав, посмотрев, а почему происходит, ну, что же, что же я там буду делать, если никому это не надо? Ну, стало понятно, во-первых, это дат, ну, то есть, та информация, которая стоит денег, если хочется, конечно, такой качественный дат получать. Потому что вторичные, кто уже перепечатывает, они есть бесплатно. Это вы откроете любое, не знаю, там, Yahoo, MCN, CNBC, по-моему, то есть, они все печатают каждую компанию. Ну, платные, есть недорогие платные, там, 50 долларов, 100 долларов, это вот ресурсы, но они более так... В месяц, да, то есть, они четко выдают уже, кто что сделал, то есть, вам присылаются алерты, если по вашей компании что-то интересно. Да, то какие страницы, если не секрет, думаю, это публичная информация по-любому. Ну, я начинал Insider Cow, есть такая даткам. Да, я знаю, Insider Cow, корова. Да, Insider Cow, они публикуют достаточно так, ну, я частенько их просматриваю, хотя, опять-таки, сталкиваюсь, что не всегда они, так скажем, оперативно дают эту информацию, а некоторые проглатываются, то есть, не все печатается. Yahoo тоже, в принципе, не все печатают. Но опять-таки... На Yahoo я бы даже и не ставил бы ставку. Опять-таки, для чего нужно? Если зарабатывать, торговать... Ну, давай по-простому, вот смотри. Если инвестируешь... Человек вот задает запрос, да, Максим, я хочу быть как Олег, что мне делать? Ну, все-таки... Ну, есть у него иная сумма денег, он послушал нашу передачу, понравилось ему, что ты работаешь два раза в неделю, по три часа. Он хочет как ты быть. На Insider.co даже там, по-моему, есть раздел Knowledge, то есть, и можно посмотреть... Ну, правда, это на английском языке. Да, то есть, там буквально, скажем так, конспектно, то есть, вот на это, 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 это важно. А дальше смотреть. Надо открывать кампанию и смотреть-смотреть. Я уверен, если вы будете смотреть как-то более-менее регулярно... Понимание придет. Понимание придет, да. Да, то есть, график, активность, график, активность. Все это дело соединили, посмотрели, замечательно. Если вы начинаете понимать, ну, вот, в общем-то... У нас же, знаешь, иногда просто как бы любят, чтобы им все раскали-разжевали. О, ну да, это проблемка, с одной стороны, раскали-разжевали. Все сразу и много. Дорогие друзья, прямой эфир 6, 5, 10, 9, 9, и 6. В студии, на самом деле, очень интересный гость. Задавайте вопросы. Олег Нинахов, частный инвестор. Тема отслеживания инсайдерской активности у нас короткая новостная пауза. Еще раз доброе утро, четвертый раз. Олег Нинахов, частный инвестор, отслеживание инсайдерской активности. 6, 5, 10, 9, 9, и 6. Прямой эфир. Олег, еще раз тебя поздравляем с годовщиной. Событие большое. Я уверен, супруга тебя слушает. Надеюсь. Как супругу зовут? Наталья. Наталья, вас тоже поздравляем. 21 год, это серьезный срок. Очень мало кто удерживает, поэтому давайте до следующих 21. Вопрос такой по риск-менеджменту. Вот у тебя в среднем в портфеле 5 бумаг. Представь себе, что ты не ограничен в средствах. У нас, к сожалению, всегда мы ограничены. У нас есть 5 миллионов, хочется как бы 10. У нас есть 20. Хочется еще больше. Кстати, я сейчас тебе скажу. У меня есть очень хороший афоризм один. Я его нашел пару дней назад. Сейчас я его зачитаю в прямом эфире. Мне он на самом деле очень понравился. Деньги как героин. Сейчас. Деньги как героин. Доза, которая годится в понедельник, уже не подходит в пятницу. Да. И поэтому у нас такая ситуация. Представь себе, что есть... Ты ограничен в средствах. И представь себе, что ты не ограничен денежной массой вообще. Сколько приблизительно хороших заходов в год? Не тех, которых ты заходишь, а вот есть тех, которые ты отсматриваешь. Что ты говоришь, например, вот у меня пять, я на остальные не смотрю, пока не выйду из позиции. Вот представь себе, сколько на год может приходиться приблизительно заходов по твоей схематике? Ну, я думаю, в месяц всегда можно найти порядка десятка бумаг. Десять где-то. Но, опять-таки, понимаешь, если мы ставим границу меньше 10 долларов, то это 10 бумаг. То есть, если мы ставим границу 100 долларов, ну и ниже, то, естественно, больше. Ну, я просто туда даже не касался, потому что, ну, как бы нет такой необходимости. Если бы ты сегодня не был ограничен денежной массой, брал бы ты все бумаги, которые действительно попадают под твои критерии? Я бы, во-первых, брал, сколько я могу проследить. То есть, если я могу 20 от одного момента... Тогда вопрос другой. Сколько ты можешь проследить? Ну, 20. Ну, можно больше, но 20 это вот комфортно. Просто не мыкаться, не смотреть. Вот 20 просто на листе увидел, посмотрел, где какая рентабельность, у кого что получается. Вот, в принципе, просто это комфортно. Больше, ну, даже где-то были же расчеты, что одномоментно держать, диверсифицировать, да, на больше 20 бумаг. То есть, там падает результативность достаточно сильно. До 20 она повышается. После 30 она там еще что-то повышается. А вот этот промежуток, ну, я после 30 просто даже не просматривал. То есть, я делаю для себя это к тому моменту, что вот показать там своей семье, или чтобы они посмотрели, чтобы они сами выбрали. То есть, у каждого свой, там, я не знаю, формируется видение, там, портфель. Ну, просто накидали бумаг, как говорится. Вот, там 15-20 как бы стабильно всегда находятся. Насколько часто оно меняется, то есть, в принципе, ну, я не могу, Саша, честно говорю, это надо посчитать. Это же должно еще в голове быть. Ну, понятно. Понимаешь? Нет, я просто к чему веду, потому что следующий вопрос, следующий вопрос будет предельно простой. Это твои планы на будущее. Ты можешь, ты знаешь, обычно в ситуациях таких два ответа. Меня устраивает все, что у меня есть, или я хочу то-то, то-то, то-то. К нам, извините, что тебя перебиваю, к нам приходят каждую пятницу люди, которые, например, говорят, я хочу хатч-фонд. Или, например, я хочу торговать только свои деньги. Например, там, пять лет назад у меня брали интервью, мне неинтересно было работать с чужими деньгами, работал только со своими. Но, не знаю, или это возрастное, или, знаешь, седина в голову без ребро, но мне захотелось торговать больше денег. Да, здесь не вопрос даже клиентский. Ну, свои деньги всегда, как бы, они N-ные есть. А тут есть клиенты, которые есть там N-плюс или N-умножить на что-то. Все должно быть в свое время. Вот все должно быть. Вот я поэтому и говорю, план. Какой план на будущее? Трейдинг – это только одна из ступеней, на самом деле. Это не значит, что это вот прям, ну, инвестирование только вот с этого и на все время. План, может, они слишком амбициозны, но это такая финансовая империя, ну, может, громко сказано. Ну, реально громко сказано. Ну, это не, может быть, от торговли. Это несколько каких-то вложений, инвестирований в бизнесы, это недвижимость, это направление… Ну, неужели ты думаешь на самом деле, что я просто немножко дифферсифицировался в недвижимости, но у меня был бизнес в реальном секторе, я его закрыл, потому что… Ну, скажем так, пока не пощупаешь. Когда ты увидишь, что ты… Да, я тебе просто разложу по частям. Да. Не делай мои ошибки конкретно. Когда ты увидишь, что ты работаешь образно, там, 5 часов, 20 часов в неделю в удовольствие, и ты шикарно знаешь то, что ты делаешь, и ты можешь каждый палец отрезать на то, что ты делаешь, реально, и не побояться дать за это палец. Тебе остальное будет просто неинтересно. Разве что, какой-то, как бы, проект для себя. Что-то для себя. Ну, хотелось бы просто расставить лапы на несколько направлений, не только в одном. Хотя, опять-таки, пока не попробуешь, не узнаешь. То есть, если вот коснешься, да, вот все же учимся, умные мы, на все-таки своих ошибках, но если тебе это сказали, что после этого будет так, ты уже, ну, хотя бы получил. Да, ты уже к этому будешь по-другому относиться, и не захочешь второй раз получать по лбу. Так вот, ну, посмотрим. В общем-то, жизнь, понимаешь, это… Пока, давай так, пока тебе нравится то, что ты делаешь. Она идет, да, то есть, нет, расширяться и так далее. Конечно, не откажусь, но зачем себя загонять в какие-то рамки и на этом, в принципе, останавливаться? У нас Максим… Жизнь покажет. Максим тот же задает вопрос. Олег, добрый день, интересная передача. Вы начинаете с отчетов или форм. Все-таки начинается с графика, а потом смотрите формы, отчеты. Что первично? И то, и то. Потому что мне выпадает, если я вижу большой пул покупок, и мне приходят сигналы, что были большие покупки со стороны инсайдеров, я посмотрю, а что же там на графике творится. Или если я вот отбираю, не по покупкам, а вот как выходные, говорю, то да, сначала графики. 50 на 50, если взять, что больше шартов или лонгов? Лонгов. Лонгов, объясню почему, потому что и по моим наблюдениям, ну я-то еще, ладно, там еще птенец в этом направлении, а так-то этому направлению, ну сколько рынок есть, в общем-то, он столько и существует. Нет, он не столько существует, эта тема, потому что... Ну, 60 лет назад это уже было. 1934 год, акт, его как раз приняли. 70, получается, 78 лет. Ну, в общем-то, то, что... Первый акт, когда приняли, да, инсайдерская информация. Десятилетие, то, что существует в десятилетии, не может быть плохим. Вот, в принципе, и я пытаюсь найти именно такие стратегии и вещи, которые, там, скажем, существуют. Много лет. Много лет, да. И вот я к чему говорю, то есть, это не мои были исследования, это были исследования еще, там, в 70-х, 80-х годах, все-таки, что на периоде 20 лет по отслеживанию инсайдерской информации, все-таки лонги, они более информативны. Там, ну, где-то в полтора раза они более информативны, потому что продают инсайдеры по разным причинам. Кому-то надо дом купить, яхту купить, кому-то налоги закрыть, кому-то и так далее. То есть, продают по абсолютно разным причинам. Да, ну не факт, не факт, что там все плохо. Нет, 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 абсолютно не факт. А как вот действительно отличить эту информацию, когда не везде же пишется, для чего инсайдеры продают бумаги? Нет, нет, и не надо ее смотреть. Я, честно говоря, вот от тебя услышал, я не смотрел, под какие цели они покупают. Ну, вот, например, инсайдер начинает продавать бумагу, так, например, реально. Так вот, надо просто посмотреть, а что он до этого делал два года назад, все. И этого будет достаточно. Если Microsoft возьмите, то есть там регулярные, ежеквартальные продажи есть. Вот, дорогие друзья, видите, если вдруг инсайдеры продают бумагу, это не значит, что все там плохо, посмотрите, что было до этого. Нет, надо посмотреть, что было до этого, надо посмотреть, что именно этот инсайдер, если вам это интересно, вот что он делал. Есть, в Америке попадались такие ресурсы, что там предлагались отслеживание конкретных инсайдеров, вот, на истории. То есть он угадывал или нет? Сейчас дальше есть еще очень интересная тема, популярная на самом деле. Очень многие в Америке делают, ну, для меня это немножко как бы чересчур консервативно. Отсматриваются очень крутые хедж-фонды. Например, берется фонд-менеджер, который за последние 10 лет показал самый крутой результат, и просто отсматривается, какие бумаги он покупает. И я вот так вот благодаря многие бумаги нашел, как Прайслайн, Лулу, потому что в Фиделе есть один фонд-менеджер, забыл просто, как его зовут. У него действительно он очень хорошо отслеживает бумаги, очень хороший фундаментальный анализ и все остальное. Ты вот употребляешь очень много слов «жена-дочка». Я так понял, что... Ну как, это моя империя, это мое. Вы что делаете в свободное время? Нужно, я понял, у тебя многое. В течение дня или свободное в течение жизни. Ну вот так сложилось, что да, мы поехали там в Доминикану отдохнуть на месяц, остались на 5 лет. Ну вот так получилось. Ну и не значит, что мы не возвращались в Россию. Естественно, мы приезжали здесь, но уже как бы навещали. Так вот, что-то интересное находится. Ну, не знаю, в свободное время мы не занимаемся так. Ну что ты любишь делать? Хобби, например, какие-то? Хобби. Ну вот мне интересно почитать про компанию, которую я взял. Не, ну это не хобби, это профессиональный род деятельности. Ну вот, мне нравится. Вне рынка, вне рынка. Вне рынка, ну, честно говоря, так, чтобы прям чем-то сильно заниматься. Ну, знаешь, какими, мотоциклы, машины, виндсерфинг, я не знаю, там, скуба-дайвинг. Ну, океан. Нравится? Вот, да, вот океан, это вот любовь, которую я не могу забыть. А ты зачем тебе забывать? Нет, она постоянно как бы есть. Это океан, который научил думать, который научил не спешить, который просто немножко показал, что жизнь... Бывает штиль, бывает шторм. Да, ну, а все... Хороший аббревиатур. Посмотри просто, да, на природу, она тебе все подскажет. Тут, в принципе, и нам это очень нравилось. Ну, видишь ли ты себя, например, там, через 10 лет где-то в теплой республике Доминиканской или где-то, пускай, другое место? Ну, вот я где-то в 90, не помню, каком-то, в 99, наверное, году, мы как раз с женой разговаривали, говорю, вот, мне хочется на остров, и вот, действительно, чтобы было тепло, пальмы, как, наверное, в рекламе показывают. Ну, и это забылось, это не то, что была цель. Да, и вот так получилось, что мы там оказались. Потому что, я тебе скажу честно, я... Это не цель, вот сейчас это уже не цель. Я не могу, мне нужно 4 времени года, я не могу, я должен зиму увидеть, зиму, я люблю снег. Да, вот это... Я, когда приезжаю в Майами, и когда вот эта муторная жара, понимаешь, каждый день. И это чувствуется через вот, мы это почувствовали уже на 4-й год, что это все-таки заболачивание, как ни крути, это заболачивание. Одно и то же, утром встал, солнце, и все остальное, небо, пальмы, море, туземцы. Да, ты получил, в общем-то, мы получили, что хотели, а может даже чего не ожидали, но все, Доминикана, наверное, отработала свой этап. Дорогие друзья, у нас в студии Олег Нинахов, у нас осталась одна минута, я бы хотел, чтобы ты за эту одну минуту просто рассказал новичкам, потому что не все хотят торговать внутри дня, кто-то хочет там средний срок, у тебя же кроме одной стратегии есть другие стратегии. Вот за минуту просто расскажи людям, что бы ты хотел донести, что бы ты хотел, чтобы они услышали. Ну, наверное, все-таки, если вы хотите купить какую-то компанию, смотрите технически, фундаментально, в общем, все, что вы привыкли смотреть, наверное, смотрите. Ну, еще откройте страничку, что делали инсайдеры и посмотрите. Если они все-таки активно продавали и не так, как всегда, наверное, отложите компанию. Если все-таки идет покупки, это придаст вам, да, это придаст вам большую уверенность. То есть это достаточно простая вещь, которая не требует, наверное, много времени, но экономит и приносит более сильные дивиденды, чем вот, ну, для меня, я надеюсь, и для вас тоже. Дорогие друзья, Олег Нинахов в студии. Если у кого-то будут вопросы, как найти Олега, можете обращаться ко мне, с его позволения. Мне, к сожалению, очень много неадекватов, и буду тебе писать, поэтому, с его позволения, я разрешу. Пожалуйста, слушайте нас на 996. Олег, тебе огромное спасибо, что ты приехал. Спасибо, спасибо большое. Да, сегодня в эфире был еще раз Олег Нинахов, отслеживание инсайдерской активности. Посмотрите, пересмотрите передачу. Дорогие друзья, хороших выходных, здоровья, счастья, успехов, смотрите Олимпиаду. До свидания.